Привет всем! Это естественная Орландо, Флорида, США. Вообще жесткая кайфушка, но уже скучнушка. Вспомнился вопрос моего уже сценариста канала Аманет, по-моему, Ник. Спасибо тебе за вопросы. Вопрос такой, что как отмечаются дни рождения в США? На самом деле я уже что-то похожее снимал. Когда-то надо поискать в поиске по каналу и приложу ссылку. Ну, особенно там понравился, из уточняющих вопросов, вопрос о том, что правда ли ходят в гости по договоренности. Не знаю, может быть вы живете в каком-то показательном небольшом городке, деревушке, где каждый друг друга знает и заходит без стука. Но, насколько я помню по России, что в принципе и у нас это уже так давно, особенно с приходом телефонов сотовых. Повелось, что все договоря... только по договоренности приходят в гости, стучатся в дверь, и нет такого, чтобы без звонка, без смс кто-то пришел. Поэтому здесь на самом деле то же самое. На самом деле даже здесь больше без стука тревожат. Почему? Потому что постоянно стучатся в дверь почтальоны, доставщики и даже всякие рекламисты, и всякие масоны, и... Как там они называются? Баптисты. В общем, на самом деле, часто здесь намного стучатся в двери, нежели в наших странах. Дни рождения... Самая веселуха, конечно, это детские дни рождения, когда заказываются надувные всякие горки, заказываются какие-то клоуны, артисты, шарики. И, в общем, очень много вот... вот это все атрибутики. Наряды все там делают, заказываются от этих там рисовальщиков по лицу. Ну, чего только-только. На это как бы здесь не жалею денег, и постоянно в жилых районах это происходит. Можно видеть эти все надувные домики, куча машины. Детские дни рождения, конечно, отмечают так на широкую ногу, скажем прямо. Взрослые, безусловно, встречаются по домам, безусловно, готовятся. Но это, наверное, все-таки больше такая старая школа. Молодые люди, конечно, встретятся где-то в ресторане, в кафе. Семью отмечают... семейный институт здесь очень такой сильный. И семью отмечают, конечно, в кругу очень часто. В основном, конечно, это какая-то там быстро вот эта вот одноразовая посуда покупается, чтобы меньше мыть. Но, опять же, здесь везде посудомойки, поэтому тоже не проблема. Частенько заказывается много еды заказной. Но в то же время, если... То есть, я знаю и молодых людей здесь, американцев, которые любят готовить, и мужчины. И это все очень так относительно. А конкретно про меня вопрос был, что как я конкретно отмечаю, ну, и какие праздники отмечаю. Но дни рождения, понятное дело, Новый год, все, в принципе, наши какие-то основные праздники, почему нет. Я считаю, что любой праздник это хороший повод его отметить, почему нет. Понятное дело, это не происходит в режиме толстого календарика 365, где каждый день это повод выпить. Но я лично люблю отмечать, и это повод подарить лишний раз подарок, либо получить подарочек. Поэтому это все очень приятно, встретиться с людьми. 9 мая, да, здесь, понятно, дело по-другому, но русскоговорящая община здесь собирается на 9 мая, конкретно в Орландо, в центре города происходит вот этот смертный полк. Да, несут точно так же портреты погибших ветеранов, своих родственников, люди, поэтому тоже все это есть. Я не участвую, если честно, видел фотографии, видео. Ну, не знаю, потому что как-то не очень вообще как бы в русскоговорящей эмигрантской среде как бы кручусь, поэтому... Но я не против этого, опять же. Я время от времени хожу и в русскоговорящей церкви, и я как бы не прям там жесткий как бы противник этого. Поэтому кому что нравится, пожалуйста, почему нет? Просто я как-то пока что не посещал, допустим, этот праздник. Какие там еще праздники? Рождество... Рождество по-хорошему, по-американски, там, среди большого стола с этой, как ее там, индюшки. Как бы у меня опыта на самом деле пока не было. День Благодарения. А? Это День Благодарения. День Благодарения, да. Рождество... Как в Рождество празднуют? Все семьи. Ну, опять же, да, здесь настолько семейный институт, что в основном все праздники семейные. Единственное, здесь 4 июля отмечают День независимости. Это в общественные парки в основном выезжают, особенно те, кто в квартирах живут, у кого нет возможности там делать в своем дворе там барбекю. Поэтому так, что, что еще? Новый год здесь тоже на самом деле отмечают. Это неправильно считать, что в Америке Новый год не отмечают. Это тоже в городских учреждениях праздник, выходной. Ну, один день. А? Ну, да, один день. Это, конечно, не там неделя 10 дней, 15 дней. Нет. Так люди не выпадают здесь из рабочего графика. То есть здесь все праздники там 2-3 дня максимум. Новый год здесь отмечают. Да, точно так же идет отчет, ну, как у нас на Красной площади, только здесь идет на Тайм-сквир в Нью-Йорке. Все это в прямом эфире с салютом и много салюта по городу. Я один Новый год отмечал в Даунтауне с салютом в центре города. Потом я снимал на цирк Дюсс-Алее, я ходил. Ну, в общем, как бы по-разному. Поэтому в один из своих дней рождений мне повезло отмечать в этом парке Дискавери Кавш. Шикарно у меня видео есть. С дельфинами плавать. Конечно, после того, как в холодное время года, когда у меня день рождения, всегда это отмечалось как-то среди холода, да, слякоти и так далее, то здесь, конечно, необычно отмечать среди солнца и в шортах, в майках, да, и это, конечно, такой крутой очень экспириенс. Какие подарки дарят, был вопрос. Подарки здесь... На самом деле здесь настолько покупательская способность высокая, что люди друг другу подарки зачастую дарят просто так, без всяких праздников. Поэтому нет такого, что люди ждут там раз в год подарка, дни рождения и готовятся к этому, да. То есть на самом деле подарки очень значительные дарятся. Большие деньги очень на это уходят. И я слышал по статистике, там чуть ли не каждый год бьются рекорды по... Особенно на Рождество по закупкам вообще, по продажам и по бюджету, который выделяется на подарки людьми. Это, конечно, жесть. И семьи очень большие, и нужно всем все положить под эту елку. Причем не просто это подарки там обязательно. Американцы очень много уделяют внимания в их упаковке. Обязательно это будет упаковочная бумага, коробка. То есть все очень серьезно в этом плане. Елка, украшения. То есть точно так же на дни рождения. То есть обязательно это открытка. Здесь открытки очень популярные. Целые ряды этих открыток в магазинах на любой вкус, на любой праздник можно подобрать. И к этому тоже так серьезно относятся. Там подписывают, там все ручное такое внимание должно быть. Так что подарки это, конечно, отдельная, наверное, тема. Что дарят? Ну, опять же, сложно сказать, там, всех, да, там, но это какие-то аксессуары, шмотки, электроника, понятное дело. Но, собственно, все, опять же, то же самое, что и на что там можно подарить. Ничего такого особо. То есть какие-то американские приколы, там, американские приколы, там, по типу, там, гольф какого-нибудь, там, клюшки, или, там, какого-нибудь большого гриля, или, я не знаю, там, что еще американское такое отличительное, да. То есть, а так, в принципе, то же самое на самом деле. Если это большой частный дом и вмещает, там, все, всю семью, всех знакомых, друзей американских, то проводится все это в доме. Если нет, да и с домом, на самом деле, тоже очень популярно снять какой-то тент в каком-то парке. Зачастую эти тенты все бесплатные, с огромными столами, с грилями, со столами, с жаровнями. То есть все это очень комфортно. Здесь есть парковки, то есть вся семья большая может приехать бесплатно и, ну, как бы, ничего за аренду эту не платить. И шикарно провести в день и всякие там горки для детей рядом. То есть очень часто в каждом парке день через день всякие эти дни рождения. Вспомнилось, когда один блогер, не помню, честно, честно, имя, собирал русскую тусню и приехал заранее, там, в 6 утра, грубо говоря, положил скатерти на столы и позабил. Ну, по-нашему называется. Так прикольно было это смотреть. И, естественно, работники парка были в шоке, в недоумении. И все эти скатерти выбросили в мусорку, что, конечно, вызвало огромное негодование. Но, опять же, так как по Турции все лежаки с утра забиты русскими полотенцами. Отсюда пошло и к нам туда уже пришло явление того, что на празднике. Праздники это уже капиталистическая фишка, когда все компании зарабатывают на этом сумасшедшие деньги и продают товары в течение праздника. В теме праздника, точнее. Господи, что у меня? То есть здесь отсюда все это пошло. Эти все 14 февраля, День влюбленных. И, конечно, каждый магазин уже за месяц до каждого праздника начинает это все там полки давить. Это все чебурдо. И люди, в принципе, не против все это покупать. И покупают, и празднуют. И, опять же, почему и нет. Многие ждут каких-то супер распродаж. Тоже Черную пятницу, чтобы накупить вперед на весь год подарков на семье знакомым, друзьям. И по хорошим скидкам действительно берут на сумасшедшие суммы подарки и потом дарят в течение года. Тоже такая фишка американская есть. Особенно у белых. Белые очень такие хантеры, такие, как правильно сказать, охотники за скидками и за выгодными делами. Поэтому тоже такой момент есть. И к каждому празднику, конечно, все это на каждом углу. То есть, к Рождеству открываются так же, как у нас вот эти вот палаточные магазинчики с елками. К дню независимости 4 июля везде эти палатки файлворксов. То есть, как их, вот этих всех петард, да. Все это взрывает здесь именно в этот день. Поэтому праздник сложно в этом плане пропустить, когда видишь это на каждом углу. Насчет того, что так же, не так же празднуются дни рождения здесь эмигрантами. Но фишка в том, что если вы переехали во взрослом возрасте, то на самом деле, если вы, допустим, не вышли там замуж, не женились там на местном, да, и не погрузились жестко там в местную среду в этом плане, да, то есть в домашнем плане, то на самом деле вы продолжите там отмечать то же самое, точно так же, ну, с какими-то там добавлениями, вкраплениями, да, и углублениями там по стечению времени, да. А так, на самом деле, если вы переехали, повторюсь, как бы в солидном возрасте, то есть у каждой нации, у каждой расы все остается свое, все свои приколы здесь. И каждый держится своей культуры, и это на самом деле классно, в этом ничего плохого нет. И самое главное, что Америка настолько эмигрантская и открытая в этом плане страна, что всем дается в этом плане свобода, да, лишь бы она не заходила в рамки окружающих и никому не мешала. Так, пожалуйста, отмечай, какие праздники ты хочешь, как хочешь, и флаг тебе в руки. Поэтому, как-то так. Вот, спасибо еще за один вопрос. Задавайте еще. Все рассказано, наверное, пересказано уже. Но, тем не менее, вот получилось еще какую-то красоту показать. Вороны, вороны. Все, всем пока-пока, хорошего настроения. И побольше поводов что-то отметить. И получить удовольствие от праздников, подарков и общений. Всем пока-пока. Вороны. 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 Субтитры создавал DimaTorzok